Здравствуйте дорогие друзья! У меня сегодня очень вкусное ароматное блюдо, которое можно подать и на Новый год, и на день рождения, и на любое семейное торжество. Итак, приступаем! Картофель отвариваю в подсоленной воде до готовности. Иногда при варке вода старается убежать. Делюсь с вами лайфхаком. Добавляю 1 столовую ложку любого растительного масла и проблема решена. Приготовленный картофель измельчаю толкушкой. Варила в соленой воде, но обязательно нужно попробовать на вкус и при необходимости откорректировать. Приправляю перцем и добавляю немного сливочного масла. Перемешиваю. Яйцо взбалтываю вилкой и выливаю в кастрюлю. И всю массу хорошо перемешиваю. Картофель не должен быть горячим, так как яйцо свернется. Выкладываю пюре на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределяю всю массу. Беру небольшой баклажан, отрезаю хвостик и очищаю от кожуры. Нарезаю небольшими кубиками. В сковороду с разогретым растительным маслом помещаю лук, нарезанный кубиками. Немного солю и жарю в течение 4-5 минут. Затем туда же отправляю баклажаны, солю и жарю где-то около 10 минут. Можно накрыть крышкой. Теперь занимаюсь фаршем. Он у меня говяжий. Добавляю 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Соль, немного мускатного ореха, черный перец, майоран. Одно яйцо и желток взбалтываю вилкой, выливаю в миску. Туда же отправляю 2 столовые ложки панировочных сухарей, немного растительного масла, так как фарш нежирный, и баклажаны с лучком. Всю массу очень хорошо перемешиваю, чтобы все ингредиенты с собой подружились. Очень пахнет чесночком, прелесть. Если есть укроп или петрушка, можно тоже добавить фарш. И теперь формирую котлеты. Лучше это делать мокрыми руками. Жарю котлеты на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки. В томатный соус добавляю соль, сахар, орегано, тимьян и обязательно пробую на вкус. Поджаренные румяные котлетки выкладываю на картофельное пюре и сверху поливаю соусом. Запекаю в духовке при температуре 200 градусов 25-30 минут. Затем достаю из духовки, посыпаю тертым сыром и запекаю еще 10 минут при той же температуре. И вот такое ароматное, вкусное блюдо получилось. Его смело можно подать на день рождения, Новый год или любое торжество. Если вам понравилась идея, поделитесь этим видео со своими друзьями. А главное, готовьте. И пусть вам будет очень вкусно. Всего вам самого доброго и до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!